Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 7. Вопрос 1870. Почему ни один из апостолов, возродившись свыше, получив благодать Божию для служения Богу, не истязал свое тело? И как это могло статься потом так, что без этого самоистязания спасение уже не мыслилось? «Привлекли к спасению и зверей, и гадов, и насекомых, чтобы себя отдать им прежде мук адских на съедение. Такого нет во всей Библии, и как Бог на это посмотрит?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можно прочитать любимую монахами и всеми верующими книгу «Псалтирь». Там уже дан им ответ. Псалом 118.113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Конец цитаты. Эти кровавые экзекуции над своим храмом телом яснейшим образом свидетельствуют, что монахи эти ничего не знали о благодати, дарованной в крещении Господом Христом, о той чудной победе над грехом. И эти попытки на болотах приравниваются к попытке вытащить себя из трясины за волосы своей пляшивой головы. На каждом болоте нужно было написать плакаты с таким текстом. И тогда монахи бы уже не гнулись на этих топких и гиблых местах. Послание к римлянам 7.24. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Первое послание к коринфянам 15.57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Конец цитаты. Этот путь совершенствования русские не сами придумали. Антоний Печерский и Феодосий и другие ходили неоднократно в командировку на Афон и в другие заграничные монастыри, и оттуда перенимали, поднабирались опыта. Этот опыт реанимации мертвеца. На этом и стоит ныне все православие. Не согласились с оценкой Божией, что человек сам по себе мертв, и его этими подвигами ни на йоту не приблизить к оживлению. Надо было признать свое поражение и довериться Христу, который и дарует жизнь вечную, и новый дух вложит в воскресшую и обновленную жизнь. Послание к Ефесянам 2.5 и 8.9. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Святой Серафим Саровский. Память 2 января. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за мохом, и тогда, как он входил туда, обнажившись и лишь припоясав чресла свои, то комары и другие насекомые, кишевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его, так что оно нечасто не только опухало, но даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы, Господа ради, и даже радовался им, потому что, как говорил он впоследствии, страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольную, или посылаемую промыслом, и потому для совершеннейшего и надежнейшего очищения души принимал на себя произвольные страдания. Макарий Александрийский. Память 19 января. Так, голодая, Макарий прожил три года, съедая в день только по небольшому куску хлеба, равно так же и воды, выпивая такую же мерую. Масло же для пищи он употреблял один секстарий на целый год. Однажды, желая в конец побороть сон, он не входил под кровь кельи в течение 20 дней и ночей, а пребывал около нее днем под палящим зноем, а ночью, дрожа от холода, употребляя при этом все усилия, чтобы не заснуть. И, как впоследствии сам он рассказывал, для назидания других, от такого подвига высох его головной мозг, и если бы он еще дольше не вошел в келью и не уснул, то сошел бы с ума. Преподобный Пресем прибавлял, «Насколько я имел силы, я одолел сон, но человеческой природы, требующей сна, я не был в силах одолеть, а потому и должен был повиноваться ей». Однажды преподобного Макария стал весьма сильно искушать без любодеяния. Для того, чтобы преодолеть сего врага, Макарий решил в течение шести месяцев нагим сидеть в Цкицком болоте, находящемся в далекой пустыне. В нем было множество таких больших комаров, как осы, которые могли прокусывать даже кожу диких вепрей. Комарами этими преподобный был так сильно искусан, что некоторые думали, не в проказе ли он. Когда же он после шести месяцев вернулся в свою келью, то только едва по голосу узнали ученики, что это их Амва Макарий. Но святой Макарий и вторично осудил себя на таковое же истязание от комаров. Случилось это после того, как он однажды убил на своей ноге сильно его беспокоившего комара, из которого вытекло много крови. После сего он раскаялся и стал укорять себя как убийцу и мстителя до тех пор, пока не отомстил сам себе, отдавшись нагим для уязвления от комаров. И преподобный Макарий пребывал в этих кельях в темноте во все дни Святой Четыридесятницы. Одна из его келей была тесна настолько, что в ней нельзя было протянуть ноги. Макарий Египетский. Память 19 января. Придя туда, я нашел громадное болото, посередине которого увидал остров. В это время пустынные звери пришли, чтобы напиться воды. Среди зверей я увидал двух ногих людей, и все тело мое затрепетало, ибо я подумал, что вижу бестелесных духов. Увидав, что я очень испугался, люди эти сказали мне, «Не бойся, ибо и мы такие же, как и ты, люди». Тогда я спросил их, «Откуда вы пришли в эту пустыню?» «Мы из Кеновии», — ответили они. Посоветовавшись друг с другом, мы решили прийти сюда. И вот уже 30 лет, как мы ушли из обители. Один из нас египтянин, другой ливиянин. Иринар Хростовский. Память 13 января. Стоя в церкви, он ни с кем не разговаривал, во время чтений не садился, а всегда выстаивал на ногах, как твердый камень, и никогда не выходил из церкви до отпуста. Услышал Иринарх, что в Ростове стоит на праве же от взаимодавцев один христолюбивый человек и захотел выкупить сего человека с праве же. С этой целью он босой пошел в Ростов. А в то время был лютый мороз, отошедший от монастыря верст семь, Иринарх отморозил у ног пальцы и от стужи вернулся в монастырь. Три года он проболел ногами, на которых образовались раны и текла кровь, но и в болезни он не оставлял своего правила и по-прежнему трудился для Бога. А в это время он носил уже на себе железа тяжелые и на ногах путы. По зависти дьявольской один из старцев по имени Никифор подошел и сказал строителю, «Зачем ты принял старца? Ведь он и гумена не слушает. В ветхих и худых ризах и бос ходит, и железа на себе многие носит». Но строитель Варлаам своим посохом отстранил этого старца, действовавшего по навету дьявола, и принял вновь Иринарха в монастырь с радостью и дал ему отдельную келью. Симеон Столпник. Память первого сентября. Прибывая в лавре, блаженный Симеон пошел однажды к колодезю, чтобы почерпнуть воды. Взяв веревку от черпала, очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей, он обвил ее себя по голому телу, начиная от бедр до шеи. Так крепко, что веревка врезалась в тело. Прошло десять дней, и тело его загноилось от ран, а в ранах этих кишело множество червей. Братья стали жаловаться Игумену, «Откуда ты привел к нам человека сего? Невозможно его терпеть, смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него, постель его также полна червями». Удивился Игумен, услыхав об этом, но, убедившись, что все ему сказанное справедливо, спросил Симеона, «Скажи мне, чадо, почему от тебя исходит такой смрад?» Но Симеон, потупив свои взоры, стоял пред Игуменом молча. Игумен разгневался и повелел силую стащить с Симеона верхнюю одежду. Тогда увидели, что бывшая на нем власеница вся в крови, а тело, а в тело врезалась глубоко до самых костей веревка. И Игумен, и все с ним бывшие пришли в ужас. С великим трудом едва могли снять с Симеона эту веревку, так как вместе с нею отрывалось и изгнившее тело. Симеон же, терпеливо перенося эти страдания, говорил, «Отпустите меня, как пса смердящего, я заслужил эти страдания за грехи мои». «Тебе только еще восемнадцать лет», — сказал ему Игумен. «Какие же твои грехи?» «Отче», — отвечал Симеон, — «пророкам сказано», — Псалом 50, 7 стих, — «вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Услышав такой ответ, Игумен изумился рассудительности Симеона и удивлялся, что такой простой юноша мог так глубоко проникнуться страхом Божиим. Он стал, однако, убеждать его, чтобы он не делал себе таких мучений. «Нет никакой пользы», — говорил он, — «начинать то, что выше сил. Довольно для ученика, если он будет таким, каков его учитель». Много времени прошло, пока зажили раны Симеона. Но когда Симеон выздоровел, Игумен и братья снова заметили, что он, подобно прежнему, изнуряет свое тело. Тогда, боясь, как бы другие, более немощные, не стали подражать ему и не сделали сами виновниками своей смерти. Игумен велел Симеону уйти из монастыря. Оставив монастырь, Симеон долго странствовал по пустыне и по горам, пока, наконец, не обрел безводный колодезь, в коем обитали гады. Спустившись в сей колодезь, Симеон стал там молиться Богу. Спустя некоторое время после сего, Игумен увидел ночью видение, будто множество народа с оружием и свечами в руках окружили монастырь и восклицали. «Где Симеон, раб Божий? Покажите нам того, кто так благоприятен Богу и ангелам. Если же не покажете нам его, то сожжем вас и весь ваш монастырь. Симеон выше вас всех, и много чудес через него Бог сотворит на земле». Вскоре он встретил пастухов, пасущих стада овец, и, опросив их, узнал, что Симеон находится в пустом колодце. Поспешив к всему колодцу, Игумен стал звать Симеона. «Здесь ли ты, раб Божий?» «Оставьте меня, святые отцы», — отвечал Симеон, — «только на малое время, пока не предам я дух свой. Изнемогла душа моя, ибо прогневал я Господа». Но иноки насильно извлекли его из колодца и привели в монастырь. Прожив здесь немного времени, блаженный Симеон тайно ушел из монастыря и стал опять скитаться в горах и пустыне. Он привел себе на память, как Моисей и Илья постились сорок дней, и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел в Толониссу епископ той страны по имени Вас, обходившей церкви по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел и к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер дверь его кельи на сорок дней, не давая ему никакой пищи. Но епископ не соглашался. «Не подобает, — говорил он, — человеку убивать себя безмерным постом, ибо сие скорее грех, чем добродетель». Пробыв три года в своей тесной каменной кельи, Симеон взошел на самую вершину горы, и чтобы не сходить отсюда, он взял железную цепь длиной в двадцать локтей и одним концом ее оковал себе ногу, а другой конец приковал к горе. Как реки стекались к Симеону различные народы и племена, он изобрел небывалый способ избавиться от суеты людской. Для того, чтобы приходящие не могли касаться его, умыслил он построить столб и стоять на нем. После высота столпа доведена была до двадцати локтей, а затем и до тридцати шести. Претерпевая страдания, летом мочимый дождем и палимый зноем, а зимою терпя стужу, ограды эти сооружены были проходившим народом из сухих камней. Такие огражденные места назывались мандрами. И так как в них поселялись желавшие подвизаться под руководством преподобного Симеона, то он называется архимандритом. Дометий. Память 7 августа. Войдя здесь в один монастырь, он принял святое крещение, а затем облегся воиноческий образ, беспорочно проходя подвиг постнической жизни. Но по наветам завистливого и лукавого беса, его возненавидели обитавшие в том монастыре иноки, так что святой Дометий принужден был бежать оттуда в монастырь святых мучеников Сергия и Вакха в городе Феодосиополе. Тут он подражал житию архимандрита Нурвела, о котором повествуется, что в течение 60 лет он не вкушал ничего вареного, спал чрезвычайно мало, да и то не лежа или сидя, а стоя, наклонясь на жезл. Архимандрит Нурвел поставил преподобного Дометия в диаконы, но когда святой узнал, что архимандрит хочет принудить его сделаться священником, он удалился оттуда. Уединившись на одной пустынной горе, святой Дометий проводил здесь жизнь по Богу, терпя зной и мороз, и все изменения погоды. Потом, войдя в один вертеп, он жил уже там, совершая множество чудес именем Христовым. Многих приходящих к нему он исцелял от болезней, приводя от идола поклонства к вере Христовой.